здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале и сейчас я приглашаю вас принять участие вместе со мной помыть искупать так сказать наши растения друзья некоторые растения в нашем рассаднике выращиваются уже по два месяца то есть у них происходит здесь развитие именно в этом рассаднике отопление мы используем печное углем дровами естественно во время перезакладки топлива происходит выброс некоторые и угарных газов но самое основное что плохо влияет на развитие растений это пыль которая затем оседает на листья на листовые пластины чем это может грозить растению вот пыль которая оседает на листиках она мешает растениям свободно дышать через листовую пластину она мешает свободному испарению лишней влаги из растения которое выбирает корневая система из почвы затем влага должна частично испариться через листовую пластину но это все заторможено и процессы эти нарушаются для растения это некоторый стресс смотрите если есть я сейчас одно вот растение помыл и мы вместе рядом их посмотрим обратите внимание какая разница между двумя вот этими пеларгониями как они выглядят вот эта запыленная пластина вот эта пластина только что мною помытая здесь все процессы и дыхание и испарение влаги будут проходить и естественно процессы фотосинтеза потому что солнечная энергия через пылевой слой недостаточно доходит до клеток как следствие тоже стресс то есть три причины провести промывку растений это касается я бы даже сказал друзья не только тех наших зрителей кто выращивает в рассадниках только свои цветы но даже если вы высаживаете где-то возле пыльной дороги или ветры гонят пыль вот эту в течение вегетации ну лето сами понимаете что пыль зачастую бывает поэтому я бы советовал проводить промывку но многие любители цветов комнатные растения свои иногда моют конечно протирают тряпочками но то же самое нужно делать и с садовыми цветами и так чем можно хорошо провести эту операцию во всяком случае чем проводим ее мы мы будем использовать электрический опрыскиватель друзья всем вам но многим из наших зрителей кто с нами давно известный инструмент который я нахваливаю каждый раз не говорю ни марку опрыскивателя ничего не говорю но сам факт вот этот механизм электрический опрыскиватель который позволяет нам и полив произвести растений под корешок аккуратненько где мы не достаем и качественно обработать вегетирующие растения и томатов и огурцов и цветов и всего остального и даже нам помогает электрический опрыскиватель в купании наших молодых растений когда-то один из зрителей задавал вопрос выращивали тоже в рассаднике я не помню честно говоря не буду врать какие цветы то ли примулу то ли глоксинию люди к 8 марта но оказалось так что пылевой налет от печек тоже самая ситуация как и у нас портили декоративный вид этих растений я посоветовал тоже использовать вот электрический опрыскиватель и так приступим непосредственно промывки растений в опрыскиватель я заправил чистую воду и вот таким вот образом посмотрите сколько грязи сейчас на листовых пластинах собирается это грязь которая мешала всем процессам которые должны нормально протекать в растениях и сейчас мы это все до полного стекания это грязь и листочки становятся чистыми и конечно же развитие будет более гармонично более декоративная иногда мы проводим но как минимум один раз за сезон выращивание в рассаднике наших растений мы проводим такую процедуру и если у вас ситуация похожая друзья я бы вам советовал тоже прибегнуть такой процедуре растения за это нас потом уже благодарят и зеленой листвой и пышным развитием и другими всякими моментами друзья но то же самое катаранту смотрите ну буквально на всех растениях у нас вот это полевой налет поэтому моем все растения которые возможно с которым возможно это сделать хотя если посмотреть вот на рассаду петуни которая у нас в этом ящике здесь период развития этих растений гораздо меньше пыли осесть на листовые пластины не успела много поэтому их мы трогать не будем но растения которые загрязнились обязательно нужно промыть вот на этом короткое видео свое я закончу надеюсь она действительно будет многим из вас полезно спасибо всем за внимание всего доброго до свидания до новых встреч